Здравствуйте, друзья! Сегодня я украинский историк и политолог. Расскажу вам о том, почему русским, если им придется сдаваться украинцам или полякам, лучше полякам не сдаваться, а сдаваться украинцам. Это очень поучительная история взаимоотношения Московии и Польши. Очень интересная, она много о чем расскажет и я думаю, что это, собственно говоря, завершающая страница этой истории. Таким образом, после того, как Богдан Хмельницкий поднял восстание против Речи Посполитой, могущество Польши зашаталось. Если перед тем практически не происходило 10 лет без того, чтобы поляки не драли, так сказать, московитов, это происходило во время Ливонской войны, во время войны начала XVII века, во время Смоленской войны, постоянно и систематически, то после того, как Украина подорвала могущество Речи Посполитой, ситуация очень серьезно изменилась. В частности, украинцы помогли Москве вернуть Смоленск. Вернуть Смоленск и захватить часть Беларуси. Это, наверное, было не очень правильное действие по отношению к белорусскому и смоленскому народу. Почему смоленский народ? Потому что, честно говоря, Смоленск это белорусские земли, это древние земли Кривичей. И, соответственно, это предки там белорусов жили. По большому счету до сих пор их потомки тоже живут. Наверное, в этом смысле, в вхождении в союз с Московией и в помощи Московии в завоевании этих территорий, украинцы повели себя не очень правильно, не очень мудро. Но такова история. И что же после этого, собственно говоря? После этого происходит вероломная измена Москве тем Переяславским статьям, тому Переяславскому договору, который был подписан с Гетманом Богданом Хмельницким. Московия входила в союз и обещала, что она никогда не будет помогать Польше, никогда не будет помогать другим врагам Украины. Все случилось ровно наоборот. Две с половиной года, два с половиной года, и Московия подписывает так называемое Виленское перемирие 1656 года. Вероломно и подло нанесла удар Московия, как всегда, в спину. И, собственно говоря, Украина все поняла. Даже еще Богдан Хмельницкий был жив. Он все вошел в союз со шведами, которые в то время воевали с Московией. Пошел вместе со шведами в поход в Трансильванию, в частности, в Семыграде, так называемые украинские полки. И, собственно говоря, послы шведские там на всех этих радах присутствовали. Короче, стала Украина разворачиваться от Московии. И особенно это ускорилось после того, как московиты начали присылать вероломно, присылать убийц к украинскому гетмену Выговскому, Ивану Выговскому. И Украина, собственно говоря, поднялась и разгромила вот эту московитскую фронту, которую финансировала Московия из числа всяческих людей, которых много во время войны появилось, людей обездоленных. Вот. И московиты им денежки бросали, соответственно, для того, чтобы они организовывали, так сказать, эти ДНР в те времена. А назывались эти боевики тогда, ну, боевики, просто люди ДНР назывались, просто которые бедные, там у них никакого оружия не было, с дубинами ходили. И, соответственно, украинские войска разбивают этих ДНР по это восстание, с большим трудом подавили. И, ну, против Украины вышло все огромное московитское войско, около 150 тысяч. По тем временам это очень много. Из них 30 тысяч боярской конницы и там 100 слишком тысяч пехоты. Это огромное войско вошло в Украину, делало зверства очень многочисленные в то время, вырезало города там и села и так далее, и так далее. И они осадили это войско, 4000-й гарнизон в городе Конотопе. И стояла-стояла там Московия, обложила этот город Конотоп и пыталась взять штурмами, ничего у них не вышло. И в это время пришли украинские войска с тыла, зашли и, собственно говоря, хитрым маневром заманили московскую конницу в ловушку и уничтожили. То есть вся боярская конница, фактически вся верхушка военная московицкая была уничтожена в том бою. Это называется Конотопская битва, 1659 год. На стороне Украины были поляки, не очень большой отряд, но серьезный отряд крымских татар. Серьезный. То есть это совместная битва, победа украинского, крымско-татарского и польского оружия. После этого, собственно говоря, началось обрушение московского влияния. Правда не на территории Украины, а на территории Белоруссии и тех земель, которые были завоеваны на севере. И в частности уже через год после этого произошла битва под Полонкой. 1660 год, июнь и польско-литовское войско, возглавляемое Стефаном Чернецким. Это Гэтман польский, который звучит в том числе в гимне польском. Он достаточно был сильным воином, но враждебным по отношению к Украине. И, собственно говоря, в бою с украинцами он и погиб потом, этот Чернецкий. Но это произошло позже. А в это время он нанес серьезное поражение московицкой армии Ивана Хованского. Поражение, собственно говоря, под Полонкой, которое серьезно разрушило фактически всю стратегическую инициативу. Потому что москови так провозгласили огромный государев поход на Польшу и на Литву, соответственно. Фактически попытались сделать то, что Путин тоже попытался с еще меньшим успехом сделать недавно. То есть вот эта мобилизация и так далее, всех сил. В результате Московия была истощена. Начались бунты, начались там различные в самой Москве. Ну, короче, инфляция, как говорили тогда, в огромный 10 раз цены поднялись. Ну, короче, истощилась Москва этим всем. Но самое главное, что перевернулась ситуация на территории Великого княжества Литовского. И московитские гарнизоны начали капитулировать. В том числе в Гродно, в Вильне, в Бресте. Бресте это Брест. И, собственно говоря, поляки и литовцы, и белорусы отбились в этот момент от московитов. И фактически была потеря огромного количества обозов в Боярской верхушке и так далее. Кроме того, Московия серьезно пострадала от восстания Могилевского. То есть в Могилеве был гарнизон. Пришли туда их, в Могилев, в Белоруссию, зашли московиты, их встретили и пустили. Потому что, мол, православные там, то есть увидели этих московитов, какие они зверства делали, воровство там и так далее. И в какой-то момент на базаре белорусы сказали, пора. Ну и, короче, этот гарнизон уничтожили. Уничтожили в Могилеве московитский гарнизон, достаточно большой, там чуть ли не до 10 тысяч. Потом вот эти недобитки российской армии, москвитской еще армии, которые убежали во время Конотопской битвы, которые убежали в сторону Белгорода, они начали возвращаться. Недобитки были достаточно большие, потому что фактически в Конотопской битве уничтожена, в первую очередь, боярская конница. Сама основная часть армии, боярская конница, в количестве там многих тысяч людей. От 9 до 30, как говорят, тысяч по разным данным. А пехота отступила в таком лагере большом, отступила она туда, в сторону Белгорода. И потом в 60-м году, то есть, получается, через полтора года осенью 60-го года, московиты начинают двигаться на Волынь. И произошли воеводы Шереметьев, он начал унижать, кстати говоря, всячески молодого гетмана Юрия Хмельницкого. Говорит, что какой там из тебя гетман, ему куры пасти и так далее. А он был молодой просто, действительно, этот был старый и хотел свое хамство проявить. В результате он рассказывал о том, что он поляков там поймает, на цепи приведет, всячески хвастался, хвастался в соответствии с нашей украинской летописью. Чем это закончилось для этого Шереметьева? Это опять-таки 60-й год. То есть, разгром под Полонкой, разгром за год до этого московитов под Конотопом. И сражение возле Любора и Чудного. Украинцы Юрий Хмельницкий подписывает Слободищенский трактат. То есть, украинцы попробовали что-то там, увидели, что за такого хама они воевать не собираются, как этот Шереметьев. И, короче, подписали Слободищенский трактат. Такой трактат об автономии Украины в составе Речи Посполитой. И московиты как-то это увидели, начали, соответственно, капитулировать. Более того, Шереметьев капитулировал таким образом, что сказал, что московиты все места, в том числе Левобережную Украину, всю очищают, то есть убегают. Ну и вот этот Шереметьев попал в плен, соответственно, и пробыл в плену достаточно долго. В плен крымско-татарским войскам. Была еще такая битва на Кушликовых горах. Это тоже на севере, не на территории Украины. Это возле Белоруссии. Полоцк, Великие Луки и так далее. И московиты пытались там прорваться к московицкому гарнизону, который в Вильне оборонялся. Но ничего у них не получилось. Вильну московиты, соответственно, взяли. Московиты, которые там оборонялись, добровольно сдались. И, более того, сдались и выдали свое начальство, которое не хотело сдаваться. Фактически можно сказать, что солдаты московские своего воеводу поймали, своего князя поймали. А сами присягнули вот этому польскому королю. Представьте себе, российские солдаты или московицкие тогда еще назывались. И к чему это все пришло? К тому, что фактически Московия поняла, что она ни Польшу, ни большую часть Великого княжества Литовства, ни даже правобережную Украину завоевать не может. И вероломно, опять-таки, вопреки договоренностям с украинскими гетманами, не только с Мельницкими, а с будущими гетманами, которые придерживались промосковской ориентации, в том числе Брюховецкий и так далее. И Московия вероломно подписывает соглашение 1667 года, «Андрусовский мир» с Польшей, о том, что делят Украину по Днепру. Соответственно, Киев должен был отойти Польше, а потом торговля вокруг него была долгая. И Московия, фактически, что она сделала? Она торговала не своим. То есть гетман Богдан Кмельницкий, когда входил в союз с Московией, во-первых, была присяга о целостности всех этих территорий, была присяга о том, что Московия никогда не входит в союз с противниками Украины. Она вошла многократно. Ну и вот такая вот история. Дальше продолжалась война. Потом был еще Вечный мир с Польшей, 1686 год. Потом была история пребывания Петра I в качестве союзника, как говорили, на территории Польши во время Северной войны. Почему в качестве союзника? Потому что король, один из претендентов на королевский престол в Польше, он был против шведов, соответственно, в этой войне, а другой претендент на стороне шведов. И вот московиты вошли на территорию Польши и делали там многочисленнейшие зверства, ворвали коней и так далее, и так далее. Так что польские города говорили, что они от врагов и от шведов в качестве, в частности, не получали таких ударов, как от формальных союзников. Короче, все ободрали, обокрали множество польских городов. Потом еще была война за польское наследство. Это 1730-е годы. Между претендентов, которые поддерживала Московия, или тогда уже Россия, и претендентами, которых поддерживала Франция. Ну, можно сказать, что там российские влияния в то время победили, хотя войска тоже были присутствовали, они в походах принимали участие, но никаких там значимых, таких больших битв не проводили. Что было из серьезных столкновений между Москвой и Польшей, или Россией, уже и Польшей, это во время Барской конфедерации, то есть польская шляхта восстала против короля, марионетки российского короля. И, собственно говоря, но эта польская шляхта не очень энергично принялась за работу, Барская конфедерация, так называемая. И, собственно говоря, побеждать их там особо не было большого труда, тем более, что этим занимались не московицкие военачальники, а немцы. Московия нанимала немцев. И эти немцы, фактически, поляков, ну, так сказать, вот эти шляхетские разрозненные отряды побеждали. Здесь не было какого-то, честно говоря, были стычки там на 5000, на 3000 войск, то есть больших таких битв не было, да и сил у этих конфедератов тоже не было, это фактически больших сил, серьезных. То есть это польская аристократическая верхушка, которая там не имела нормальной военной силы в то время. Очередное столкновение Польши и Московии, это во время осады Варшавы. В частности, там был Суворов. Это 1790-е годы, 93-е. Соответственно, произошел раздел Польши. Один раздел, второй раздел. И поляки выступили, ну, восстали против этого, чтобы их делили. Чтобы Пруссия, Австрия и Россия, соответственно, их делили. И московиты направили туда отряд, и они очень большие зверства совершили в предместье Варшавы. То есть ужасные. Все были, все газеты европейские были об этом писали. Даже союзных по отношению к России стран. Ну, короче, обгадились в информационном смысле так, что вообще, короче, зверственными этими в Москве, соответственно, вот такие вот результаты. Потом было две таких очень сильных восстания польских и таких очень, ну, можно сказать, рискованных. Мало какой народ пошел бы в таких условиях на такие восстания. Это, в частности, 1831 год и 1863 год. Совершенно неравные условия, совершенно неравная ситуация. Вот. Поляки восставали, но их, соответственно, победили. И отправили очень многое количество в Сибирь людей, подбирали там имущество у поляков. Короче, полное разорение им устроила Российская империя на территории Польши, на территории Белоруссии, на территории Украины. Вот. И что еще? Поляки все время с этим не мирились. Можно сказать, что, например, Пилсуцкий ездил в Японию для того, чтобы поднимать восстание. Масса поляков, польской шляхты, которая жила в Париже, там еще в других городах, имела очень большие деньги. Несмотря на то, что их Московия подкупала всячески, там заманивала, чины раздавала этим полякам. Но самые стойкие оставались, ни на что не шли. И всячески там, соответственно, устраивали такие диверсии против Москвы. Во время Крымской войны, во время других войн, во время Кавказской войны, везде были поляки. То есть везде они за свободу Родины восставали. В это время, кстати говоря, в 19 веке поляки очень хорошо поняли, что такое Украина, что с Украиной надо дружить, мириться. И, собственно говоря, основные адепты вот этой истории о том, что поляки и украинцы должны быть дружны и восстановить бывший союз, это именно происходит с 19 века. Очень много, большое количество поляков так начали думать. Целая была такая тенденция. Ну, собственно говоря, Путин начинает разводить о том, что Украина была создана этими поляками. Полный бред и чушь. Я всегда говорю, что пускай Пушкина почитает. Это было до всяких поляков. В Полтаве Пушкин писал об украинской державе, которая была в начале 18 века. Соответственно, он пишет о событиях начала 18 века. Все претензии к Пушкину, короче. И что дальше? Дальше, соответственно, разваливается Российская империя, устанавливается множество государств и Германия терпит поражение в Первой мировой войне. Возникает Польская Речь Посполитая. Вторая Речь Посполитая с серьезными границами, в том числе с конфликтом на Западной Украине с украинцами. И почему? Потому что Антанта говорила, что поляки должны дать независимость, должны дать автономию. Но поляки в результате ничего не дали с западными украинцами. Такой был конфликт, который, в принципе, истощал обе нации. Но украинский лидер Симон Петлюра, когда был в достаточно сложной ситуации здесь, на Украине, когда украинская армия была там 50 тысяч, а Московия могла формально мобилизировать там миллионы. И, ну, было просто разительное, ну, в тыла нет, союзников нет, производства своего оружейного нет. Ну, короче, очень тяжелая ситуация. Есть только большое количество людской массы в повстанческих отрядах. Это то, что было в Украине. И вот в этот момент он входит в союз с поляками. И, соответственно, Польша выступает за независимость Украины. Но вопрос личины выносится за скобки. За независимость другой Украины. Часть Украины, которая удастся отвоевать большевиков. И, соответственно, фактически Польша выступает серьезным союзником. Но поляки двинулись и быстро захватили Киев. Вообще советские войска бежали в страхе и панике. Но, опять-таки, сказалась разительная разница в военном потенциале. То есть у поляков там действующая армия вместе с украинской в районе 100 тысяч, там 80-100 тысяч. Советская армия там 2 миллиона, 3 миллиона. Ну, короче, вот такие вот расклады. Они, конечно, босяки там преимущественно, то есть без каких-то серьезных вооружений. Короче, эта армия была таким сбродом, как правило, таких боевых хороших частей было мало в советской армии. Это все правда. И это все обернулось против, собственно говоря, советского похода. Но сама масса была и самая разница в массе была просто колоссальная, в том числе даже с Польшей. Вот. И что произошло? То есть поляки очень быстро из Киева выкинули Большейку, а потом начинается разворот советских войск, растянутые коммуникации польские. И, соответственно, по этим растянутым коммуникациям в том числе бьют и конница Буденного, и Тухачевские войска Западного фронта переходят в контрнаступление и не просто там где-то там разбить польские части, а захватить Варшаву и прорваться соответственно в Венгрию, в Германию. То есть путь к мировому господству. Вот. Это 12-е переход в это наступление 12 августа 1920 год. Вот. И Троцкий писал, что Ленин был, да, собственно говоря, все писали, что Ленин был очень настроен на вот этот штурм именно Польши, уничтожение польского государства и на то, что польский пролетариат, все эти Дзержинские, так сказать, что польский пролетариат будет поддерживать мировую революцию. Ну, почему? Потому что пролетариата там было достаточно много. Действительно, в Польше это была промышленно развитая часть территории и много было революционеров среди поляков. Ну, короче, у Ленина были такие иллюзии, что поляки бросят свою родную страну ради этих фантомных, так сказать, революционных настроений. В действительности все произошло наоборот. Советская армия пришла в наступление, но им в удар по флангам особенно, в том числе на территории западной Украины, в том числе на территории Польши, в том числе на территории Западной Беларуси, было нанесено целая серия ударов и вот эта армия, которая уже была возле Варшавы, советская армия, она просто схлопнулась и вся побежала. То есть огромное-огромное количество советских войск, там буквально сотни тысяч все бросали и убегали. И остановилось это все бегство практически на очень дальних рубежах. Именно тогда, кстати говоря, Волынь отошла к Польше в результате этих соглашений, потому что советские войска убегали быстро, ярко и очень стремительно. И надо сказать, что украинские дивизии, которые были в то время союзниками Польши, их было четыре украинских дивизий. Вместе с повстанцами это десятки тысяч войск фактически очень серьезно помогли Польше отстоять свою столицу и отстоять свою страну. А был такой генерал без ручку украинский. И собственно говоря, в этой битве за Варшаву можно сказать принимали участие украинцы очень-очень серьезно. Поляки это признают сейчас всячески подчеркивают и это есть щиро правда, как говорится, то есть настоящая правда. И что мы видим на примере этих простых уроков? Мы видим один и очень важный вывод. Когда поляки были в союзе с украинцами, поляки всегда побеждали. то есть я честно говоря не очень припоминаю такой истории, когда когда бы украинцы и поляки действовали вместе и мы проигрывали московитам. Я такого не припоминаю. в том числе и в нынешней войне. Польша прямо не принимает участие в этой войне, но очень серьезно помогает Украине техникой. То есть россияне рассказывают, что где-то там слышат каких-то поляков где-то рассказывают о том, что польские какие-то там солдаты есть и так далее. Это крошечное количество добровольцев есть поляков и я не знаю может закарпатский диаликт им кажется польским. То есть или еще какая-то чушь. Но да собственно говоря наши многие солдаты могут переговариваться по-польски потому что знают польский язык. Просто для того чтобы вводить так сказать в ступор. Но по факту мы видим что поддержка техникой со стороны Польши украинской армии очень серьезная и такая жизненный момент огромное по значению возможно ну в первую очередь по значению огромное поэтому конечно же украинцы все негативные настроения по отношению к Польше да их и не было если честно говоря у нас с Польшей даже во время Хмельничины оставалась возможность коммуницировать то есть оставалась возможность там была куча браков там и так далее и так далее то есть такого разрыва глобального межэтнического у нас с поляками никогда и не происходило у нас был политический разрыв этого время казачьины когда мы сказали что украинцы сказали что у нас свое государство вот это было а так скажем так даже в самые такие напряженные моменты противостояния с Польшей даже в эти моменты украинцы находили возможность коммуницировать с поляками вот а сейчас уже с русскими мы честно говоря кроме тех русских которые воюют на стороне Украины я даже не знаю с кем там коммуницировать такого нет поэтому друзья знаем эту историю я думаю что если бы русские знали действительности ту а кто огромное количество битв которые они проиграли полякам они бы резко прикрутили вот эти возгласы что они что-то там Польша могут повторить да были зверства советские было Катынь убийство было в Харькове расстрел убийство советскими карателями тысячи даже десятков тысяч поляков были колоссальные репрессии по отношению к польскому гражданскому населению на территории всей Украины и западной и центральной и восточной была польская операция НКВД то есть все что замучить мирных это да это Россия может но все что противостоять польской военной силе я уже не говорю о польско-украинской и тем более не говорю о натовской военной силе с этим если Россия возьмется повторить это будет ее последняя ошибка поэтому друзья знаем историю помогаем украинской армии сейчас собираем на автомобиль очередной уже почти собрали на отличный правда бэушный джип украинский немножко поднажать надо счетик я оставляю внизу это прямо пойдет нашим украинским войскам которые сейчас на востоке Украины чуть-чуть осталось с Богом до перемоги